Все большую поддержку со стороны органов государственной власти и местного самоуправления в регионе получают ТОСы – Организации территориального общественного самоуправления. Это общественное движение стартовало в окружной столице в 2011 году со здания в Нарьинмаре первого ТОСа «Старый аэропорт». Теперь их в округе насчитывается более десяти, в том числе в трех сельских поселениях. Для того, чтобы все организации территориального самоуправления могли активно развивать свои микрорайоны, вот уже четыре года с ними работает Ресурсный центр НКО, который готов помочь как в самой организации ТОСа, так и в реализации проектов и общественных инициатив на местах. Ресурсный центр второй раз подряд выигрывает президентские гранты на развитие ТОСа в Арктике. ТОС – это самоорганизация граждан по месту проживания. И они реализуют свои проекты, то, что они хотят. Допустим, ТОС без образования личного лица «Захребетный», ТОСы «Октябрьский». Они вошли в программу проектов по местным сативам, также они вошли в программу «Комфортная городская среда», соответственно, благоустроили свои дворы, установили в детской площадке. Можно на примере ТОС «Старый аэропорт» показать, они установили детскую площадку. Они благоустроят свою территорию, озеленяют. У них очень множество проектов. Я уж не говорю о ТОС «Сахалин», который является победителем всероссийских конкурсов. ТОСы могут заниматься благоустройством своего двора, территории микрорайона, организации детских игровых площадок, тротуаров, устраивать праздники. Деньги на эти цели инициативные граждане могут получать из бюджета всех уровней – муниципального, окружного и федерального. Выигрывая гранты – получить помощь от ресурсного центра, если ТОС не зарегистрирован как юридическое лицо. ТОС «Малый Качгард» молодой, но достаточно перспективный в плане развития и благоустройства территорий. Он был образован в 2013 году. В состав ТОС входит 28 домовладений. Это немного, относительно немного. Если сравнивать с нашими соседями ТОС «Качгард», то там в состав ТОС входит более 130 домов. Нас немного, и в этом есть свои несомненные плюсы. Мы все друг друга знаем, и это позволяет нам дружно и сообща решать наши насущные проблемы. Так, 20 июля мы вышли на уборку территории. Мы провели субботник, соседи хорошо откликнулись, и мы очистили около 700 квадратных метров территории в районе пешеходной дорожки, ведущей от «Малого Качгарда» к улице 60 лет Октября. Там же мы обнаружили несанкционированную свалку, которую тоже ликвидировали. В общей сложности мы собрали более полутора тонн крупногабаритного мусора. Следует отметить, что инициативы ТОС поддерживают и муниципальные предприятия. Хочется выразить благодарность МБУ «Чистый город». По нашей просьбе они установили мусорный бункер там, где нам было удобно. Ресурсный центр НКО обеспечил нас перчатками и мешками. Окружные ТОСы активно участвуют в региональных экологических акциях. Одна из последних «Чистые берега» прошла в округе 26 июля. В ней принимали участие и жители «Малого Качгарда». Дело в том, что территория ТОС «Малый Качгард» полностью находится в водоохранной зоне. И любой мусор наносит урон экологии. Что касается перспектив развития небольшого микрорайона, то здесь хотят организовать детскую площадку, а также обратиться с инициативой строительства дамбы, она необходима в период паводка, и обустройства дороги с твёрдым покрытием. Все эти проблемы мы будем решать сообща, совместно с городским советом, с администрацией города. Ну и, конечно же, ресурсный центр НКО нам в этом большой помощник. Наталья Кислякова, Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север.